Последствия снежной бури устраняет в Актюбинской области. Из-за непогоды задерживаются авиарейсы в местном аэропорту. А все учебные изведения перевели на дистанционку. Метель бушует не только в степи, но и в самом областном центре. Без автобусного сообщения, электричества и питьевой воды остаются несколько жилых массивов. Лайла Уесова следит за прогнозом погоды. Шаке, вот дом, авиакарно, хатит камера. Актюбинцы делятся кадрами жутких последствий ночного урагана. Говорят, ветром снесло крышу новостройки в авиагородке. Разрушенная кровля упала прямо на дорогу и перекрыла проезд. Обрушившийся на город снегопад парализовал работу общественного транспорта. С утра без автобусного сообщения остались жители нескольких пригородных сел. Из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости на дорогах пришлось переостановить движение по семи маршрутам. В сторону пригородных поселков Жанакуныс, Саздэ, Бекулбаба. В основном это жилые массивы на окраинах города. Горожане не могут выйти на улицу. Сильный ветер сбивает с ног. Школы, колледжи и вузы перевели на дистанционку. Из-за неблагоприятных метеоусловий в Актюбинском аэропорту отменили вылеты. Задерживаются около 10 авиарейсов. Буран спровоцировал коммунальный коллапс. Из-за обрыва сетей без электричества остались около 2000 абонентов. Обесточены пригородные поселки. Ремонтные бригады устраняют повреждения на линиях. В связи с отключением электроэнергии на объектах водозаборов, у нас есть конверсионные насосные станции сейчас. В связи с отключением электроэнергии есть временное ограничение по холодной воде. В районе ГМЗ, авиагородок, САЗДА-1, Балмаста-2, район Москва, 117 метров, сейчас временное ограничение по холодной воде. Но сейчас, как мои коллеги сказали, совместно с специалистами энергосистемы мы занимаемся совместно. Как устраним повреждения, сразу подойдем воду. На трассе Самара-Шымкен полицейские вызволяли снежного плена большую группу иностранцев-транзитников. Их пассажирский автобус сломался возле села Ахжар Храмтаусского района. В салоне находились 66 граждан Таджикистана, в том числе 14 женщин и четверо детей, которые ехали в Россию. Эвакуированных доставили в ближайший кемпинг, где обеспечили горячим питанием и ночлегом. В аварийно-спасательных работах у нас задействовано 40 единиц техники и 135 специалистов. За сутки эвакуировано 140 человек, еще 5 спасено. Всего по области открыто больше 100 пунктов обогрева. В настоящее время закрытыми остаются 9 трасс республиканского и областного значений. В Актюбе временно приостановили снегоуборочные работы из-за плохой видимости на дорогах. В Акимате заверили, что вывоз снега возобновят, как только погода улучшится. Между тем, по области круглосуточно работают 24 спецмашины. И 38 человек сообщили в местном филиале Каза-Автожола. Лайла Уйсова, Жомархады Бергенов, телеканал ТДК-42, Актюбинская область.